А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 642 день ожесточенной войны, которую Россия в Абрамске развязала и ведет против независимого государства Украина. А накануне в нескольких оккупированных городах Донецкой области прозвучали внушительные взрывы, которые на несколько минут осветили ночное небо. После этого в половине Донецка, а также в Макеевке исчез свет. Также в это же время взрывы были слышны в Харциске, в Зугресе и Макеевке. Российские оккупанты заявили, что это украинцы атаковали местную ТЭЦ. Но в это время сам Господь Бог решил выкурить русский мир с нашего Крыма. В Евпатории стихия уже смыла все береговые заграждения, окопы, а также блиндажи, которые российские освободители целый год там строили. И каждую минуту уровень морской воды все возрастает, прибывает и подымается. Море вышло из берегов и полностью затопило Евпаторийскую трассу. Также затоплено уже множество домов в прибрежной зоне. На первых этажах люди ходят в воде уже по колено. Многие забрались на крыши и фонариками подают сигналы. Их пытаются эвакуировать. Но в это время пик урагана с 9-метровыми волнами приближается к Севастополю. Русские, уезжайте немедленно с нашего Крыма, пока не поздно. Вообще не хочу уезжать из Крыма из Алушты. Ну и напоследок две плохие новости. Вчера взорвался Челябинский тракторный завод. Просто взлетел в воздух огненным шаром. Соответствующее видео уже появилось в интернете. Российские власти поспешили заявить, что это украинские диверсанты подорвали завод. И еще одна плохая новость. Российские подразделения захватили часть промзоны в Авдеевке. Но не переживайте, мы их скоро оттуда выкурим, утилизируем и возвратим нашу святую украинскую землю. А за последние сутки еще 750 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми. А всего же с 24 февраля 1922 года, с начала войны, на территории Украины было ликвидировано 325 580 российских захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин